Сегодня снова поговорим о бизнесе на винтовых сваях, сколько можно заработать на данном виде бизнеса, как его организовать, какие подводные камни в данном сегменте присутствуют, а также в самом конце ролика я расскажу, как заработать 45 тысяч рублей с одного объекта на винтовых сваях. Для начала давайте о плюсах данного бизнеса. Одно из преимуществ данного направления деятельности это быстрый оборот средств, так как скорость монтажа одного среднестатистического свайного фундамента составляет от 1 до 2 дней, а на производство самих свай уходит от 1 до 7, в зависимости от того, сколько свай вам необходимо для монтажа. То есть даже если взять от начала производства до завершения монтажа, в среднем получается от 3 до 5 дней, что для строительного бизнеса совсем-совсем не срок. Второй плюс данного направления деятельности это простота производства самих свай. Для того, чтобы начать производить свай, вам не потребуется многомиллионное специализированное оборудование. В самом начале вам хватит одного нормального сварщика с прямыми руками и небольшого склада, где он будет эти самые сваи варить. У нас есть два сварщика и один из этих сварщиков варит до 18 свай, в зависимости от настроения и их диаметра, конечно. Также сам процесс производства винтовых свай не такой сложный, это тоже плюс. Еще немаловажное преимущество данного направления деятельности это медленно, но растущий спрос на данный вид услуг и сами свайно-винтовые фундаменты набирают все большую популярность по всей стране. Еще одно преимущество данного бизнеса можно написать, что это маржинальность, хотя я ее добавил как и в плюсы, так и в минусы. Сейчас приведут цифры, которые получаются у нас в регионе, исходя из ценовой политики и конкуренции на 2017 год. Мы как производители чистыми получаем в среднем 500 рублей со сваи, вне зависимости от ее диаметра. Это при производстве, то есть сделали одну сваю, мы заработали 500 рублей. Монтаж у нас в регионе стоит от 1100 до 1200, хотелось бы больше, но конкуренты демпингуют ценой. В итоге цена монтажа упала ниже среднего по России. А теперь самое интересное, если монтаж выполняется с помощью нашей гидравлической установки, то чистыми с каждой закрученной сваи остается еще 600 рублей. Если монтаж выполняется трактором или бубкетом, который мы нанимаем, то стоимость получается в районе 400 рублей. Итого в среднем с одной сваи при собственном производстве и монтаже собственник бизнеса получает от 900 рублей за сваю. Среднестатистический объект это 12 свай. Возьмем все по минимуму, 900 рублей умножая на 12, получается 10800 рублей. Это с одного объекта при условии собственного производства и монтажа. Данный объект из 12 свай бригада может смонтировать до обеда. В день таких объектов она может выполнить 2. Много это или мало, решайте сами. За один день две бригады может монтировать до 50 свай. Сами считайте, сколько получается у собственника на кармане, но так бывает не всегда. И мы плавно подходим к теме о минусах и недостатках данного бизнеса. Недостаток данного направления деятельности номер один это сезонность. В зависимости от региона везде сезонность разная. В нашем регионе это Кировская область, пик сезона приходится на май и сентябрь. Под пиком я имею ввиду, что телефон начинает плавиться от звонков и образуется очередь на продажу и монтаж до 14 дней. В остальное время очереди практически нет и активность естественно падает. Сезонность есть практически в любой сфере деятельности. Тут ничего не поделать. Следующий минус данного направления это все-таки его маржинальность. Многие сейчас со мной могут не согласиться, сказав, что с маржинальностью тут все в порядке, это ваше право, но моя точка зрения она может не совпадать с вашей. В строительном бизнесе есть намного маржинальные направления деятельности с наименее затратными ресурсами. Например, проектирование домов и коммерческих помещений. Я знаю проектировщиков, у которых средний чек за проект дома составляет 180 тысяч рублей. Срок реализации данного проекта меньше месяца. А по затратам, зарплаты проектировщиков и все. Зарплата у проектировщиков обычно сдельная и выражается в процентном соотношении от стоимости проекта. И это только с одного проекта. А таких проектов за месяц может быть 50. То есть сами считайте, сколько получается денег. И практически нет сезона в таком направлении деятельности. В общем, такие направления есть и это факт. Еще важный минус данного направления это зависимость от погоды. У вас может быть самый разгар сезона, но если на улице льют проливные дожди, рассчитывать на монтаж винтовых свай явно не стоит. Природный фактор очень сильно влияет на весь сегмент данного рынка. Про него тоже не стоит забывать. Еще один минус это проблема квалифицированных специалистов. Хотя я думаю, что проблема актуальна практически во всех сферах деятельности. И вы можете вырастить сотрудников, обучить их всему, но по истечению пара месяцев или полгода в самый нужный момент они просто пропадут на неделю всей бригадой. Такие случаи у нас тоже были, так что надо иметь наготове запасную команду. Именно поэтому я всем рекомендую держать минимум две бригады монтажников или строителей. Человеческий фактор присутствует везде. И это очень-очень печально. Как я обещал, в самом конце ролика хотел рассказать, как заработать 45 тысяч рублей на монтаже и производстве винтовых свай с одного объекта. Весь ролик вы смотрели на объект, который мы делали в самом начале этого сезона. Данный объект это 45 винтовых свай. Монтировался он ровно два дня. В первый день была сделана разметка свайно-винтового поля, просверленные отверстия. Под будущие сваи на второй день сделан монтаж. Получается 45 тысяч рублей чистыми можно заработать. Такие объекты нечасто, в среднем это два объекта в неделю. Как я и говорил ранее, самый распространенный среднестатистический объект это 12 свай. То есть это небольшие какие-то сооружения. Также бывают случаи, когда приезжают заказчики и просто покупают до 50 свай за раз. Монтаж, они говорят, мы будем делать самостоятельно, дабы сэкономить бюджет. Это их право. В принципе мы не против, мы продаем. На продаже, как вы понимаете, зарабатывать гораздо проще и легче. Да, чуть-чуть подешевле это все выходит в дело в плане маржинальности, но сделал и продал и забыл. И нет никаких проблем. Это основные плюсы и минусы данного бизнеса. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях или лично мне. Все полезные ссылки я оставлю в описании под данным роликом. На этом на сегодня все. В дальнейшем я обязательно вам расскажу про бизнес на сайдинге, строительстве заборов, эковате, проектировании домов. И вообще, в принципе, я планирую снять целую серию роликов про все направления строительных услуг, с которыми связан непосредственно я и сколько на них можно зарабатывать. На этом на сегодня все. Всем удачного дня, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok